история называется девочки секретом все все чувак все уже первое слово дороже второго все все ты уже все сказал девочкой секретом все 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 у неё подвох и так сейчас конечно не самое подходящее время для хэллоуина но тем не менее новая страшнявые истории от байана мапса 1 нет ни одна комментарий все еще действует пока что ключевое слово пока что потому что через некоторое время они рано или поздно удаляться тем не менее одну историю макс уже рассказывал месяца четыре назад про страшную медсестру и сегодня сразу три новых историй конечно у него есть истории и на стримах есть даже вот я сейчас когда вводил байан мап страшной истории у него касса была еще одна история по какому-то дедулю с ружьем которая была у него на стриме заценим it's not spooky всем привет друзья сам брайан будь здоров кстати раньше всегда боялся чихать когда оставался один дома потому что один раз мне попался мемчик или я наверное с этого момента перестану говорить про молнию байана мапса на лбу поскольку это бесполезно это было не мемчик я не знаю что это было там по приколу было написано представьте если вы один дома чихаете и вам кто-то в ответ говорит будь здоров ну я уже сказал и еще сказал что я уже наверное с этого момента не буду говорить про молнию байана мапса на лбу поскольку это бесполезно поскольку до него очевидно не доходит сейчас бы я этому больше наверное обрадовался чем испугался потому что ну так я буду знать хотя бы что я не один это так трогательно ну что ж ребят ну ты сейчас действительно не один у тебя сейчас целых тринадцать целых тринадцать лямчиков как я заметил вам понравился мой формат страшных историй те кто видел мое видео про странный кабинет видео тариф которым я отдыхал в десять лет знают что в моем детстве происходило много всякого страшного дерьма и я подумал почему бы мне с вами им не делиться самое интересное у него растут усы и борода и у меня растут усы и борода действительно в этом видео я расскажу вам страшных историй из моего детства которые заставили пощекотать не нервис в это время и которые наверняка в дальнейшем повлияли на мое психическое здоровье нестабильная в данный момент хоть мне иногда кажется что я ужасный рассказчик я наверняка очень скучно рассказываю истории вот ребят как вы думаете я нормально рассказываю истории вы досмотрите это видео до конца но в принципе ты рассказываешь нормальной истории но я хочу чтобы ты своих роликах когда ты будешь снимать вот эти вот страшные истории я хочу чтобы ты следующий раз снимал на природе то есть в ночь и ты сидишь у костра и ты такой расскажешь истории но это летом не сейчас то есть где-то ближе к июню и июню к началу напишите в комментариях но шутить я как вы видите тоже не особо умею потому что шутка про закрытые комментарии в каждом моем гребаном видео я тоже заметил что у него в очках отражается его оборудование ну да ладно присаживайтесь поудобнее заваривайте чайок я всегда хотел посказать я не буду заваривать я уже йоргут свой выпил поэтому делаю чай я не хочу я не пойду за чаем нет не страшно я слишком мало поддержал пакетик и теперь это чай как санина на вкус вы знаете . какого синие у меня другой вопрос куда пропал тигра ладно я не знаю как санина на вкус просто у меня папа все время так говорил когда мама ему плохо заваривала чай напомню что тигр это самый зажравшийся кот вот такой вот очень интересный факт о котором вы наверняка предпочли бы даже и не слышать но тем не менее первая история давайте кстати так же буду давать название каждой истории и буду называть их перед рассказом а вы в дальнейшем будете угадывать о чем же может быть эта история ну так вот первая история выпуклая фигня какое убогое название оу нет первая история называется привидение мне было лет наверное 7 а может быть и даже 5 твою мать рифма так вот короче это не важно важно то что возраст еще не сформировавшиеся психики как многие знают у меня есть один родной брат но также у меня есть двоюродные братья и вот один из этих двоюродных братьев приезжал к нам на летние каникулы практически каждое лето он жил в другом городе и этот брат очень любил меня пугать постоянно я выскакивал из-за углов при этом корча довольно таки стрёмные гримасы которые бы я предпочел не видеть никогда в своей жизни любил мне показывать различные видео со скримерами в конце о это вообще отдельная история интересно он обожал в тот мы в то время фнаф так вот мы еще тогда жили в частном доме в таком маленьком деревянном домике и напротив нас было пустое поле вокруг этого всего поля полно частных домов и там какая-то малоэтажная гостиница посередине мы с моим родным и двоюродным братом любили залазить на забор по вечерам и смотреть на проезжающие мимо машины потому что там была дорога довольно таки оживленная относительно наверное это одна машина в полчаса но это довольно таки оживленная дорога по меркам нашего города так вот рядом с этим полем на одном из частных домов стояла какая-то палка длинная и наверно это была какая-нибудь труба я не знаю кол и она была накол такой полите мне сразу вспомнилась эта фраза из Алеши Поповича да на кол их посадите да поли 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 полиена там была какая-то плеенка прозрачная ну как она белая была и она была вокруг этой трубы вот так вот обмотана и выглядела это так как будто это какая-то фигура как призрак вот я даже не думал о том что это может быть каким-то призраком пока мне конечно же не сказал об этом мой двоюродный брат что это не просто труба поговаривают что там труп или там поговаривают что это привидение и там ночью она оживает и там и летит за маленькими мальчиками любит их кушать я уже не помню в чем суть была была суть в том что мне было пи***ть как стрёмно каждый день когда я залазил на забор я думал об этой херне я смотрел именно на эту грёбаную трубу ситуацию также нагнетал мой двоюродный брат который говорил что время тикает он говорил что эта чертова труба заберет меня через несколько дней и каково мое было удивление когда через неделю где-то я залез вечером именно вечером обычно я залезал днем но именно в тот день я решил залезть вечером ну так получилось один залез вечером на забор посмотрел в привычную мне сторону и я увидел что там больше нет этой чертовой фигни ее нет она пропала представляете насколько я обосрался в тот момент потому что я подумал что она блин сейчас меня нахрен схватит потому что она полетела за мной твою мать это пугало чувак я мигом соскочил с этого забора и побежал в сторону дома и его просто сняли это конец всей истории ничего больше не произошло у меня другой у меня другой кстати вопрос уже появился вот хоть убей почему у него вот в этом названии у него выделены выделены с р ш и и окей я не пойму этого никогда видимо брат мне сказал что это была шутка хотя в дальнейшем он уже он мне напоминал периодически про эту же историю что это на самом деле была не шутка что я тогда сказал чтобы тебя успокоить поступки моего двоюродного брата в то время я расценивал как мудаческие собственно больше ничего не происходило кроме того что на следующий год я вновь залез на этот забор и там снова стояла эта чертова труба похожая на привидение к сожалению эта история не закончилась ни каким-нибудь там мясом чего вы наверняка ждете но на самом деле почти все истории они не заканчивались каким-то супер трешаком у меня я от всех историй ожидаю чего угодно вот реально чего угодно ну теперь то вы понимаете почему я изначально назвал эту историю выпуклая херня из тех историй это была самая лайтовая и сейчас мы пойдем по нарастанию давай the second story вторая история на самом деле секунда так продолжаем решил запатить яшкинскими вафлями даже чем-то похоже на первую ой твой маль забыл блюд о господи давай еще раз вторая история на самом деле даже чем-то похоже на первую по концепции в ней не будет мудаческого двоюродного брата но в ней будет сестра но это уже происходило в более сознательном возрасте 12 лет у меня также есть двоюродная сестра Олеся мы с ней даже снимали видео и мы с ней ровесники так вот кстати я сейчас рыгнул и вспомнил что мы с ней обожали это делать мы обожали с ней рыгать и ржать с этого я надеюсь это не сильно повлияло на мое дальнейшее чувство юмора не на самом деле смеялась то только она я делал вид что мне смешно надеюсь что она не похожа на самом деле мне не было смешно бог ты мой ну мы с ней сейчас не общаемся особо но тем не менее история называется рыгай девочка с секретом стоп нет нет все все чувак все уже первое слово второго же второго все все ты уже все сказал девочка с секретом все 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 у нее подвох история называется в шкафу во не блять это тоже намекает да твою ж так вот мы с моей сестрой которая тоже кстати живет в другом городе частенько оставались вместе у бабушки с ночевой на самом деле у нас была очень такая мы редко с ней виделись но у нас была очень очень смешная дружба так скажем она контрастна потому что каждую встречу с ней я просто каждую там когда день рождения у бабушки у дедушки или у кого-то из родственников и они ее привозили это было я прям ждал этой встречи потому что мы с ней наверняка о нас можно какую-нибудь комедию снять серьезно потому что мы с ней ржали каждую секунду просто не с просто с любой херни мы просто садились за стол когда там у бабушки юбилей кто мне звонит твою мать когда у бабушки юбилей дохрена гостей мы с ней садились за стол вместе с гостями и мы просто начинали с банальной херни ржать и просто уже все родственники к этому привыкли нам достаточно было моей бабушке кстати такое же тоже бывает просто встретиться взглядом да там в определенный момент за столом и мы просто с этого я не знаю ни с чего хохотали у нас еда просто выпрыгивала из наших ртов и да нам было лет по 11-12 где-то так вот нас даже специально уводили в разные комнаты потому что знали что мы ни хера не будем спать и будем всю ночь ржать но в этот раз нас не увели и блин я сейчас вспоминаю сколько смешных историй было с ней а не страшных страшная была только одна по сути остальные все были смешные ну так вот мы с ней решили пододеть что? пододеть? динамик так как нас оставили вдвоем мы решили с ней почитать страшные истории у нас у каждого в телефоне было приложение со сборником страшных историй дай-ка угадаю реклама вот мы обожали читать стрёмные истории на в общем мы под одеялом читали эти истории она открывала у себя я у себя одну и ту же историю мы читали а потом делились впечатлениями и вот нам попалась такая история о каком-то парне по имени Брайан, а на тот момент, да, нам было по 12-13 лет, получается. У меня уже был YouTube-канал, и вот этот, на котором вы сейчас смотрите это видео, и она о нем знала. История была максимально странной, потому что количество совпадений с реальной жизнью было очень велико. Я сейчас уже точно не помню, но история гласила о том, что... Очень напоминает мне вот фильм, страшные истории для рассказов в темноте, где тоже там главный герой они находили в книгу, в которой все сбывалось. И это, кстати, еще было в Алан Вейке, где рукописи Алана тоже сбывались. То какой-то парень стал, ну, по имени Брайан, стал замечать, что по ночам у него творится какая-то херня в квартире, то есть вещи лежат не на своих местах, ну и, соответственно, он поставил камеру на ночь, чтобы увидеть, что происходит, когда он спит. То есть режим паранормальное явление включил? О, вспомнил, да, наконец-то. Он попросил подругу, да, попросил подругу помочь ему с этим и установить камеры. Они установили камеры, прошла ночь, вещи опять были не на своих местах. Чувак, что не так со светом? Почему у тебя в одном кадре то светло, то темно? Но, тем не менее, запись была сделана. Но Брайан не стал смотреть ее сразу, он поехал к своей подруге, чтобы посмотреть все вместе. Ну да, видимо, она была повреждена, потому что посмотреть у них, кажется, не получилось, и Брайану пришлось возвращаться в свою квартиру. То ли он там что-то забыл, то ли ключи забыл. В общем, я не помню точно из-за чего, но ему пришлось вернуться в свою квартиру. Пока он ехал к себе в квартиру, подруга сумела восстановить файлы и, да, твою же мать. И начала просмотр. И что она там увидела? То, что ночью, пока Брайан спал... Мне это так стрёмно рассказывать, твою мать, потому что у меня точно так... Давай, 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 ты уже не отвертишься после девочки с секретом. Из шкафа выходит какая-то ж... Блин, твою мать, я буду спать теперь! По ночам из шкафа выходит какая-то стрёмная женщина с ножом. Под утро эта женщина зашла обратно в этот шкаф. Грейни? И подруга видела, как на записи Брайан просыпается и собирается как раз к этой подруге. Он выключает камеру. Я же с такой подругом. Брайан собирается идти в подвал, чтобы найти там бензин, чтобы найти там ключ, чтобы найти аккумулятор и на машине пробить стену и свалить от Грейни. И уходит. Но тут подруга понимает один нюанс, что Брайан поехал обратно в квартиру, а та женщина ещё не вышла из шкафа. И, соответственно, в общем, там Брайана уже нашли мёртвым с ножевыми ранениями на следующее утро. Ну, такие вот дела, собственно говоря, как я буду спать после рассказа этой чёртовой истории, которую я почему-то... Это называется... Это очень весело! Напомнил я, не знаю... Это очень весело! Я начала ржать, типа, смотри, как много совпадений. Квартира, Брайан. Типа, будь осторожен! А мне было пипец, как не смешно. Потому что у меня также стоял шкаф в комнате. И один раз, когда я сидел за компьютером и был один дома, я услышал, что там что-то шумит. Но благо, эта история так и закончилась. Это, видимо, что-то просто упало. Наверное. Ну, по крайней мере, там никого не было. Третья история будет называться... НФС, дедок. Она будет короткой, но самой жёсткой, наверное, из всех. У меня было лет... А почему НФС? Типа, Need for Speed? Я думал... Я думал, хотелось скорее назвать НПС, дедок. Девять-десять. Мы с одноклассниками любили гулять после уроков за школой. А за школой там были... Там была какая-то территория, также школьная. Но она немножко была такая подзаброшенная. Там какие-то ангары большие стояли. Там ещё был такой залаз наверх. Наверху был забор, и мы обычно перелазили через этот забор. И там уже выходили в город, по сути, да? В общем, это было наше такое местечко, в которое мы любили приходить после школы иногда. Мы тусовались там явно не одни, потому что постоянно там появлялись какие-то баллончики, мусор и всякое такое. Мы иногда стали в последнее время, когда мы там были, замечать, что там ходит какой-то непонятный дедок. Ну, видимо, он там работал в этом ангаре один. Ну, потому что ангар был такой подзаброшенный. Ясно. Грэнни Чаптер Ту. Такое ощущение, что он там жил, что он просто бездомный какой-то был. Но мы так это не выяснили. Ну, так вот, мы этого детка не трогали, он нас тоже не трогал, просто иногда на нас смотрел странно издалека. Но однажды мы пошли в это же место немного с другой компанией, с компанией других наших одноклассников, которые были немножко тупые и быдловатые некоторые из них. И, собственно, мы опять увидели этого дедулю, который выглядел довольно-таки страшно, честно сказать. Он очень был похож на вот этого чувака из Поворота не туда. Очень. Вот эти двое новых ребят, которые в этот раз пошли с нами в это место, начали его задирать, кричать, орать, что фу... Смотрите, это NFS дедок. Я не помню, почему мы назвали его NFS дедок. Вот не помню вообще. Не помню, к чему это вообще. Один из этих двоих ребят был толстеньким. И, соответственно, внезапно этот дедок погнался на нас всех с какой-то хернёй в руке. Ну, мы, короче, все перепугались, конечно же, и начали бежать в сторону вот этого вот холмика, который ведёт к забору, который мы обычно перелезали. А там ещё мы перелезали его как? Так как это было высоко, мы не могли просто прыгать вниз на землю и уходить. Там было дерево, и мы обычно с этого... Я сейчас вот слушаю историю и подумал, объявится ли какой-нибудь смельчак, который экранизирует вот эти вот все истории? И вот мне хочется, чтобы вот взяли, просто экранизировали историю Брайана. Забора перелазили на дерево и... Ведь есть же такие смельчаки, которые экранизируют прохождение купленного в виде анимации. И вот здесь вот я тоже самое хочу. Дерево уже спускались вниз на землю. Я и трое моих друзей, мы первые успели перелезть через этот забор, а сзади оставался как раз вот этот пухленький чувак и его друг, которому ему досталось, наверное, больше всего. Толстенький чувак в итоге оказался самым трусливым и орал... Мне кажется, мои одноклассники, они меня убьют когда-нибудь, потому что я постоянно рассказываю различные истории. Ну так вот, он заст... Ну знаешь ли, если жить хочется, тебе придется включать заднюю. Смотрел на этом чертовом дереве и разревелся. Но он был не последним, последним был его друг. И как раз-таки этот друг не успел перелезть через забор. Его за ногу схватил этот дедок и куда-то поволок. Вот это, конечно, рифма плет. Друг начал орать, кричать, а этот дедуля реально быстро начал его куда-то тащить. Это было реально очень страшно. Особенно нам было по лет 9-10. Пока одного там тащат, второй тут ревет на дереве, говорит, позовите маму, вытащите меня с этого дерева. Короче, творился какой-то хаос. Мы еле-еле сняли этого чувака и решили пойти в школу рассказать об этом. И когда мы уже обходили все это дело через обычный вход, мы встретили нашего друга. Он был в целости и сохранности. И он нам рассказал, что этот дедуля обещал отрезать ему яйца. И... Что только он там не обещал, в общем-то. Представляете, насколько это страшно, когда тебя тащит какой-то дедушка и говорит, что сейчас отрежет тебе кое-что. И у него еще нож в руке. Ну, собственно, поэтому наш друг и ходил, потом немножечко такой забитый. Но не переживайте, с ним сейчас вроде как... Забитый. Наверное, не знаю. Собственно, это были три спуки истории вам сегодня на ночь. Спуки Тейлз. Спокойной ночи. Дайте мне... Ну, не знаю, я бы не сказал, что у меня прям ночь. 21.46, не сказал бы. Как-нибудь знать, нравится ли вам вообще эта рубрика, либо я убого и неинтересно рассказывать истории, я не знаю. Рассказывай, что интересно, это все, конечно, хорошо, но... Будет умные истории и так далее. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я знаю, что делать. Ау. Ну, а с вами был, как всегда, Брайан. До скорой встречи. Пока. Поке-поке, чувак. Поке-поке. Да хватит уже. Достал уже со своим скримером. Это не страшно, ни хрена. Кстати, комментарии отключили уже. Надеюсь узнать. Хрен-то там. Ладно, окей. Ладно, окей, поживем, увидим. Возможно, отключат. Or maybe not. На этом все. Пока.